всем доброе утро мои хорошие начинаю новый влог слышите колокола у нас вот там церковь видно вам интересно вот колокола это сегодня суббота вот к девяти часам там у них служба начинается и поэтому колокола звонят тишина ветра нету классная погода сегодня вообще тепло жара будет даже днем до 28 градусов ой благодать прямо надо выйти на улицу прогуляться кстати на деревьях уха уже нет все как-то он быстро его дожди сбили осталось совсем капелюшечка почти нет на завтрак у меня сегодня овсяночка с йогуртом это вот такой вот пакетик добавь йогурт брала пятерочки стоит упаковка 100 рублей там 6 штук ну вот периодически с йогуртом кушаем ничего так нормально и девочки пока моя кашка настаивается хочу вам сказать вот только что помыла голову и уложила волосы в общем мне все сложнее укладывать мне сын говорит пойди к моему мастеру и подстригись я честно говоря уже задумалась потому что я так чувствую что парикмахерский у нас откроется не скоро потому что у нас в ростове коэффициент заболеваемости 1 и 24 вот я вчера по новостям смотрела должно быть один и у нас не уменьшается только вот по чуть-чуть там увеличивается в общем короче говоря я так думаю что не скоро откроет на парикмахерские хотя вот это вот вообще издевательство над народом три месяца не стричься это вообще жесть я вот уже задумалась может действительно уже пойти потому что укладывать волосы тяжело а потом у меня вообще волосы очень сложные они у меня во первых пышные густые непослушные они у меня вьются вот я их просто расческой круглые вот так вот их заворачиваю как вытягиваю и феном сушу таким вот образом я вот эти вот все кучери выпрямляю в общем но на следующий день у меня уже так чуть похоже становится а через день уже просто вообще невозможно что-то на голове приходится уже заново мыть и укладывать так бы может быть и не мыло если бы все это не закручивалась уже а вот когда у меня короткая стрижка когда я подстрижена тогда хоть каждый день голову мою укладывать там почти не надо вот просто чуть-чуть вот здесь вот сверху укладывается сзади все это у меня коротко стрижется сейчас у меня тут уже можно бантики слушайте а может мне сделать хвостики ходить с хвостиками, вот так вот, как девочка, бантики хоть завязывать или что прямо, я не знаю. Не люблю на голове никаких заколок, ни резинок, ничего не люблю. Вот это вот, приходится вот так мучиться. А вы пошли бы к мастеру мужскому, если бы у вас была модельная стрижка? Она может мне так испортить, что потом моя мастер будет полгода мне все это исправлять. Уже было такое. Я поэтому не решаюсь. Хотя вот уже так задумываюсь иногда, думаю, может пойти, может пойти. Потом что-то мне внутренний голос говорит. Подожди еще, подожди, потерпи. Ну в крайнем случае уже потом пойдешь. Я не знаю, как она меня испортит, волосы обхорнает или что сделает. В общем, пока что терплю. Напишите мне в комментариях, как бы вы поступили. Пошли бы или не пошли бы к мастеру неизвестному, тем более мастер по мужским стрижкам. Рискнули бы? Кстати, девочки, хотела вам показать. Вот такие вот прищепки из фикс-прайса не берите. Вот и полгода не прошло, как им, видите, хана. Они раз и все, рассыпаются. Ну это все. Это просто уже на выброс. Короче, я их повыбрасываю. Я их брала, они такие симпатичные мне показались. Но это все. Представляете, вот улетит белье. Или перещепку потом не снимете. Будет он рассыпаться все. И, кстати, перчатки вот эти вот с запахом розы я брала. Ну тоже, сколько там, года не прошло. Я так радовалась, что они плотные и вообще вот как бы ничего, ну прочные, по крайней мере, мне показались. Я была довольна такими перчатками. Ну вот тоже, не знаю, сколько, года не прошло. И вот видите, дырка. Вот она, дырка. А я последний раз ими мыла. Думаю, что у меня руки там мокрые. Ну все, это не знаю, моющие средства или что это. Ну или просто вообще такое качество, фикс-прайс. Вот честно говоря, многие вещи берешь, вроде бы ничего сначала, а потом выбрасываешь деньги на ветер. Советую вам не брать ни перчатки такие, ни прищепки. Вообще вот этот пластик, честно говоря, когда вот, я уже заметила, если пластик твердый, то значит он будет рассыпаться. А вот этим вот прищепкам уже сто лет. Я не знаю, когда их брала, но это не фикс-прайс, это в каком-то магазине в хозяйственном брала. Они, видите, ну они немножечко такие, чуть-чуть как бы эластичные. Ну не знаю, им сто лет, и они вот мне до сих пор служат. Вот эти вот классные. Ну что, девочки мои хорошие, решила я прогуляться и вас тоже выгулять немножечко на улице. вот сейчас утро еще, ну часов в 10, по-моему, но уже прямо жарко, а на солнце прям палит. Головной сбор уже нужно, наверное, одевать. Ну, я взяла солнечные очки, я их сейчас одену. И пойдем, пройдемся по улочке, подышим воздухом. Мне нравится, когда вот такая погода, безветренная, и прям тишина. И птички поют. Классно? Немножко подальше от дороги, для того, чтобы не было шумно сильно. Пойдем, пройдемся по Нижней Александровке. Ой, класс, прямо лето. Лето. Вообще, по молодости, в такую погоду, выходной день, мы уже с утра собирались, брали сухой паек и отправлялись на Дон. Загорать, купаться уже в самый раз. Так, пойдем, сегодня мы по другой улочке посмотрим, что там новенького, что там красивенького, симпатичненького. Здесь машин очень мало ездит. Кто-то написал мне, почему вы идете по проезжей части. Ну, какая тут проезжая часть? Она-то проезжая часть, но здесь очень мало машин ездит. Поэтому иду спокойно. Вы слышите, какая тишина? Классно. Я смотрю, розы такие растут во над дорогой. Симпатичные. Сейчас посмотрим, что там за розочки. ой, пахнут аж сюда. Ой, смотрите, какие красивые цветы. Да? Классные. Может, сфоткаться на айфоне? А, но солнце не в ту сторону светит. Будет некрасиво. я буду в тени. Лица будет не видно. Жаль. Смотрите, розы какие. Ой, как пахнет. Ой, беленькие, красненькие. Розовые. Желтенькие. Красота. О, уже орехи какие большие на дереве. Смотрите. Но они к концу лета только созрели. Иду, как по деревне. О, собачка. Дома тут такие крутые. У нас тут есть вообще. Смотрите, какие вообще красивые. Вот человек на спитере. Или это самокат такой. Вот такие красивые дома. Видите? Богато люди живут. Ой, классно. Сейчас иду и вспоминаю, как я в деревне, когда меня отправляли на каникулы в деревню. Там тоже. Ну, не было машин тогда вообще совсем. 70-е, начало 70-х. Были только лошади, поводки. Но их мало было вообще. Так, пешком ходили по деревне. А вот еще смотрите, какой дом крутой. В городе круто живут. Красивые дома. вот заасфальтировали здесь дорогу очень хорошо. Сделали прекрасно. Тут даже есть еще пешеходная дорожка. Честно говоря, когда последний раз я тут ходила, была здесь такая, ну, обычная проселочная дорога. Ужасная, ужасная. Машины ездить не могли. но это было лет 12 назад. Да, годы летят. Летят годы. А сейчас просто приятно тут пройтись. Все облагородили так красиво. Вот наша Нижняя Александровка. Люди живут в частном секторе, живут обеспеченно, богато, в красивых домах, по-современному все. Вот бы в таком домике я бы жила с удовольствием. И дом частный, и город пожалуйста тебе рядом. Мне нравится вообще мой город. Вот именно вот за это. Интересно, что это за кусты такие? Цветочки эти так пахнут очень. Как они называются, не знаю. Приближаемся к проспекту. А вот смотрите, розы за забором. Прям высокий такой куст розовый, прям как дерево. Классный. Красота. Красота. Поближе вам цветочки понюхать. Так, ну все, иду я в магазин. вот так сегодня я оделась. Сумочка красного мне. Приглядела я в магнит-косметик вот такую сковородочку. Здесь, к сожалению, одна 28 диаметр, другая 24. А у меня крышка на 26. Ну вот здесь вот каменное покрытие. Вот это покрытие мне очень нравится. Не знаю, мне большая сильно не нужна. 28 это слишком. Может взять 24 такую. Мне кажется, хорошее покрытие должно быть. я люблю хорошие сковородки. Клубничка у нас уже по 200. Абрикосы 250. Черешня такая крупная 350 рублей. Надо брать, надо брать. Кабачки молодые 80, кобучики 85. Зеленые это, что, это горошек. девочки, купила я в магнит косметик в сковороду. Вот такое покрытие, конечно, классное, все, тут вот тройная защита. И было бы все здорово, если бы она подходила к моей индукции. Магнитик не примагничивается. Я пришла, я, к сожалению, просто пошла в магазин и совсем забыла, что я хотела сковороду присмотреть и может даже купить. Ну, в общем, хочу вам сказать, что магнит он вообще никак тут не магнитится, никак не держится совершенно. Так что пойду ее поменяю. Или сдам. Хорошо, что магазин рядом находится. Смотрите, красивые цветочки такие у нас тут продают. Вот красота. Капуста и сковородочек картошек. Домашечки. Капуста или плац? Колокольчики. Ой, ну все, сковороду поменяла. Отлично. А что вот это у нас за цветочки Василечки? Девочки, смотрите, какие красивые цветочки. Разных цветов сегодня мы увидели, да? А еще вот такого цвета есть, темный, темный. вот хочу я все равно все-таки селфи с розочками сделать. Погода все-таки, девочки, благодать. Просто лето. Такой теплый ветерок дует. Ой, как хорошо. Просто, просто, просто теплым. а завтра будет уже жарко, уже за 30. Так что, под сплетом будут прятаться. Сейчас уже жара начинается. Классно. деда. в общем, девочки, взяла я другую сковороду. Правда, она 28 см, но с таким покрытием она была уже одна. Вот здесь, вот видите, камушки нарисованы. Это каменное покрытие. Здесь можно ее использовать даже без масла. Ну, вот, жарить оладушки, не оладушки, панкейки, как дочка делает. Выпекать на ней можно. Ну, надеюсь, она подойдет. У меня как раз крышка на нее есть. А как проверять сковородку в магазине? Подходит она к индукционной плите или не подходит? Нужно брать просто магнитик обычный и вот к днищу нужно магнитик приложить. Кстати, вот я сейчас перевернула. Ну, к сожалению, в магазин очки иногда не беру. И вот написано, что она подходит для индукционной варочной поверхности. Ну, отлично. Хотя тут пишут нагревание 150 максимальное, но пустую ее не ставить значит на плиту, чтобы дольше сохранилось вот это покрытие. Ну, это вот наше отечественное производство. А, хотя нет. Китай. Ну, ладно, будем пробовать. Ну, вот я положила магнитик, он сразу видно магнитится и вот он не падает. верти, крути, магнит держится. Вот таким образом можно проверять сковородки в магазине, если на индукционную плиту вы выбираете сковороду. И, кстати, эта сковорода даже стоит дешевле, чем та. Это стоит 1099, а та стоила 1890. Что еще я купила девочке в магнит-косметике? Я взяла новые прищепки, они 12 штук, стоят 105 рублей. Ну, я вот их выбирала так, чтобы они, видите, гнулись. Вот если они гнутся, их должно хватить надолго. Посмотрим. Я думаю, качество магнити должно быть лучше. Ну, взяла рукав для запекания. Это 49, 45 и перчатки взяла 49 рублей стоит, потому что я без перчаток уже осталась. Ну, и девочки, взяла я клубничку килограмм, черешенки килограмм и взяла килограмм молодой картошки. Она стоит 60 рублей килограмм. В общем, я довольна покупками. Девочки, я решила сегодня приготовить цветную капусту. Вот я беру качан, я его помыла, листики пообрезала и в кастрюльке сейчас водичка закипит, подсолю ее и опущу туда эту капусту минут на 5-10, чтобы она поварилась, была мягкой. Капусточка моя варится уже минут 10, но она уже почти готова. И я ее скоро выключу и дам ей остыть. мы уже готовы. Воду солью и дам ей остыть. Ну что, девочки, решила я испытать свою новую сковороду. Короче говоря, включаю я ее, ну, не больше 150 градусов. Я думаю, это нормальная будет температура. в общем, я вот эту капусточку разрезала, разделала на соцветия, отделила соцветия. Те, которые прям большие, пополам можно разрезать. Ну, так, чтобы вот средний размер, маленький ничего. Дальше мне нужно яйцо и панировочные сухари и немножечко растительного масла. Буду я жарить на сковороде все-таки с маслом, потому что без масла я боюсь, что они будут не вкусные, не сочные. Ну, а дальше мы просто берем соцветия, обваляем, обмакиваем яйцо и обваляем в панировочных сухарях и кладем на сковородку разогретую. Ну, вот у меня все уместилось. Теперь нужно перевернуть на другую сторону. о, какая прелесть у меня получилась. Я решила еще отбивные пожарить. Потестируем отбивные еще. Ну, вот у меня сочные отбивные уже готовы и вот эта капусточка. Вот эта капуста, она когда остынет, я люблю вообще ее есть с холодильника. Просто уберете кусочек, если обжарить со всех сторон, то корочка получается хрустящая, а внутри она прям сочная. И как закуска, как холодная закуска, просто отлично попробуйте сделать так, девочки. В общем, такое сочетание продуктов, оно, конечно, для похудения не подходит, но как раздельное питание, мясо и нейтральный продукт, это капуста, в общем-то, пойдет. Ну, без хлеба буду есть. Ну, с отбивными там все понятно, отбивные будут сочные, потому что я их долго не жарю, отбивные жарятся быстро, чтобы были сочными. Ну, и все знают, как их надо жарить, да? А вот эта вот капуста, ну, это просто шедевр, я не знаю, я такую капусту очень люблю. Вкусненько, сейчас попробую. Обалденно! В общем, короче, обед у меня удался. Вы не думайте, конечно, что я две отбивные сразу съем за раз. Одну я съем сейчас, а другую, другой раз. А капусту такую можно есть сколько хочешь. на ужин у меня сегодня будут фрукты. Я набрала черешни, клубники, клубничку с йогуртом сделаю. В общем, буду, наверное, просто вот такой вот фрукт и буду есть на ужин. Что-то мне такое хочется. Сейчас пообедаю полотненько, и все. Девочки, на этом я хочу свое видео закончить, чтобы оно не было слишком длинным. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok